Всем приветики, мои дорогие интернет-друзья и подруженьки! У нас сегодня с вами видео, посвященное разбору масок на основе коробочки Крыгина Бокс с масками. По-моему, четвертая она была. Вот здесь я, разные карточки с размазнёй из конкретов, очень красивый, очень вдохновляющий. И можно, вот видите, менять мне маски. Эта коробка была в двух составах, и сразу их вышло два тиража. Маски одинаковые по оформлению своему, и два состава, которые можно было посмотреть и выбрать тот, который вам ближе по проблеме. Мы сейчас с вами разберём всех участников. Я думаю, что мы будем делать это этапами, потому что участников у нас очень много. Марочки, красивые, кстати, очень. Коробка сама по себе большая. Здесь я и огромная газета с информацией про каждую маску, которая была в коробке первого или второго выпуска. Поэтому про все маски, которые вам попали, вы найдёте информацию. И вот, собственно, что внутри. Конкретик полноразмерный в подарок. Это продукт по списку будет у нас номер один. Мультифункциональный кремовый пигмент. А почему он в подарочек здесь лежит? Потому что я подумала, что если вы пройдёте все эти маски курсом, у нас кожа будет очень ровная. И вам останется только чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Цвета добавить сочного в качестве румянца, губ и глаз. И всё. И будет вам достаточно. Вы будете прям классно выглядеть. Три конкрета рандомно. Селман, Пич или Электрик Пинк. У меня попался Электрик Пинк оттенок. Недавно сделала вам мейк с ним. Так что обратите на него внимание. Он очень весенний. Ну что, поехали разбираться. Прям по порядку. Первая маска у нас это Майк Лоранс. Это ночная маска для молодой кожи. Вообще, вся линейка Майк Лоранс это линия для молодой кожи. Если у вас нет первых признаков старения, то вашей коже вполне будет достаточно вот этой линии и этого ухода. Это для того, чтобы поддерживать баланс кожи и предотвращать первые признаки старения. Полноразмерно она вот в такой вот баночке. Достаточно тяжёлой. Миниатюра 15 мл. Очень большая. На несколько раз вам хватит. Эта маска была в обеих составах. Что такое происходит? Мистер Кот. Пожалуйста, ничего не круши. Если ты сейчас будешь воровать этот цветочек, ты свернёшь в вазу. Понимаешь? Бандит. У маски текстура крем-геля. Я её так шустренько нанесу. Она прозрачная практически. Можете использовать её 1-3 раза в неделю по необходимости. У неё действие разглаживающее. Выравнивающий рельеф, наполняющий кожу влагой. Чик-чик-чик. Готово. Она не растекается. Очень хорошо держится на коже. Хорошо впитывается довольно-таки быстро. Минут на 15 нанести её вот таким слоем. Потом удалить остатки, втереть как крем. И можно ложиться спать с ней. Если вам нужна прям интенсивная терапия, вы можете использовать её как ночной крем каждый день. Она на основе фруктов и растений, поэтому очень хорошо отшелушивает кожу. По действию своему не сильно заметно. Может чуть-чуть совсем покалывать. Ну и за счёт гелевой своей текстуры она неплохо охлаждает. Очень хорошо поддерживает баланс кожи, чтобы кожа не впадала в истерику от перепадов температур. От перепадов, я не знаю, погодных условий. Или вот всяких там бассейнов, перелётов. В общем, любых резких смен, которые коже, как правило, очень сильно не нравится. И она становится в разных участках разной. А вам такая маска будет давать эффект отдохнувшей кожи. Бархатистой достаточно. И гладкой. После того, как маску подержите, просто её промокните салфеткой. Или ватными дисками удалите остатки. Мне больше нравится салфетка. Остаточки можно вбить в кожу. И вот так ложиться спать. Очень легко, не липко, не страшно для подушки. Аромат вообще нейтральный. Практически ничем она не пахнет. Очень такой лёгкий, просто освежающий аромат. Едем дальше. Локситаны. Очищающая маска зелёного цвета. Вы с ней уже знакомы. По рубрике «Новый день» новая маска. Я вам её показывала. Она зелёная муссовая. С кусочками трав, которые также за счёт вот этой своей сухой текстуры являются дополнительным таким отшелушивающим абразивом. Здесь таблеточка с монодозой полноразмерной. Она выглядит вот так. Зелёного цвета. Её много не надо. Тонким слоем можно достаточно наносить. Она не глиняная. У неё такой приятный, травянистый, какой-то мятный аромат. Она не стягивает, не подсыхает, не щиплет. Очень хорошо подходит в качестве очищающей маски для тех, у кого чувствительная кожа, которая не любит глиняные маски застывающие, потому что они немного жёсткие могут быть. Она абсорбирует грязь, даёт отшелушивающее действие. Хорошо разглаживает рельеф кожи и не сушит после смывания, что тоже очень важно. Наоборот, кожа после неё достаточно такая вся гладкая, бархатная и при этом увлажнённая. Конечно, после неё классно будет сделать ещё и увлажняющую маску. Можно хотя бы тканевую. Но в целом она и как самостоятельная маска отлично справляется с очищением без ощущения сухости и стянутости. Экстракт чабреца, экстракт шиповника, витамин Е, лимонная кислота, салициловая кислота. Вот основные компоненты, за счёт которых маска работает. Ну и быстрый результат, потому что 5 минут достаточно и в принципе можно смывать. Смывается она достаточно легко, тёплой водой. Очень хорошо смывать её со спонжем или какой-нибудь щёткой для снятия макияжа или для умывания, потому что вы дополнительно дадите коже отшелушивающее действие. Мы смоем влажной салфеточкой и пойдём дальше. Для тех, у кого не было в коробке зелёной маски, значит вы купили второй состав, у вас была одна из масок Glam Glow. Какая-то из двух рандомно. Одна для зоны вокруг глаз, одна для лица целиком. Давайте прилепим, они очень красивые, как обычно. Любят Glam Glow, украшают свои маски. Они очень, очень, очень щедро пропитаны. Достаточно такое крупное лекало у них. Вот я, видите, женщина в серебряных кружевах. Это маска с экспресс-эффектом для снятия усталости визуальной с кожи. Освежает её хорошо, тонизирует, выравнивает микрорельеф. Вот для большей эффективности можно роликом её пораскатывать. Это кварцевый ролик от бренда Quartz, моей подруги. Чтобы прям максимальное прилегание было. Круто, если вы будете в этот момент лежать, потому что маска за счёт собственной тяжести сможет прижимать эссенцию к вашей коже, проницаемость её будет выше. Ну, в общем, 15 минуточек, потом маску снять. Можно вот это всё дело прилепить на шею. Промокнуть остатки салфеткой и распределить можно, не смывать. Ещё один вариант экспресс-ухода, который вам мог попасться, это маска для зоны вокруг глаз. Давайте её нанесём, чтобы вы видели, как она выглядит. Она на тканной основе также, только на чёрной. Также щедро пропитанной эссенцией с серебряным покрытием. Будь как Зорро. Эта маска как раз для зоны подглазного пространства и зоны вокруг глаз. Самая страдающая во время недосыпов, стрессов, перелётов. Максимально быстро отражающаяся на нашем внешнем виде, вот когда мы начинаем выглядеть плохо и тускло, как правило, эта вот эта зона выдаёт. Поэтому эта маска такая большая, широкая, больше, чем патч, к которому мы привыкли. У неё также экспресс-уход, она подтягивает хорошо кожу в пространстве подглазном, где есть мелкие морщинки, они расправляются. Сухость уходит, и потом все средства уже ложатся ровнее, потому что кожа подготовлена, кожа увлажнённая и наполненная. Обе маски эти Glam Glow имеют противоотёчное действие, у них кофеин. В серебристой маске зелёный чай, зелёный кофе, здесь конкретно кофеин, для того, чтобы убирать припухлости под глазами и слишком большое количество жидкости в тканях вот в этой зоне. Снимаем. Следующая маска Limani. Если у вас такой нет, значит, у вас есть другая, потому что эта маска из второго состава, вот, например, та коробка, которую я открыла, это первый состав. Эта маска понравилась мне тем, что при своей стоимости, там, рекомендованных 150 с копейками рублей, она очень щедро пропитана эссенцией, у неё удобная лекала достаточно, и вот в соотношении цены и качества очень хороший результат. Потому что вот масок таких недорогих, их очень много, всё время теряешься в магазине, что выбрать, а здесь, видите, мне очень нравится, что захватывается зона подглазного пространства, и морщинки, и складочки, и сухость в этой зоне также прорабатывается очень хорошо. У неё антивозрастное действие, хорошо бы с ней, конечно же, не сидеть, а полежать, мне будет просто сложно себя снимать лёжа. Вот у меня ещё такой есть неинвазивный мезороллер, можно им катать. Когда лежишь, она плотно очень прилегает, но вот если у вас есть какие-то такие привамбасы модные, то используйте их во время того, как полежите в маске. Действие у неё какое? Увлажнение и наполнение кожи. Кожа такая, знаете, как будто немножко расправляется и наливается, потому что насыщается влагой. Очень хороший эффект, который вполне долго сохраняется, и классно после этого средства ложатся все дальнейшие. Минут 15-20 подлежать с ней, после этого можно не смывать состав, можно просто распределить до полного впитывания. У неё цветочный аромат, основным активным компонентом является коллаген. Внимаем. Такая у меня уже кожа после нескольких масок идеально гладкая стала. Мистер Котт, ты всё время лезешь, Коттар, да почему ты такой? Тебе за щёки хочется потискать. Следующая маска Доктор Джарт. Тоже вам известна по новодейному маску Time Returning, называется она. Время вспять. Она продаётся в упаковках по 10 штук. Насколько я знаю, поштучно тоже продаётся. Но курсом просто супер. Расправляем. Она достаточно такая скользкая. Лекала тоже у неё достаточно удобная. Прямо она хорошо садится. Зона вокруг глаз захватывает. Покатаю её роликом. Как я уже говорила, да, со всеми этими масками лучше лежать, потому что тогда у вас будет максимально хорошее прилегание её, соответственно, и впитываемость. Что об этой маске могу вам рассказать. Главный компонент муцин улитки, потому что именно он даёт хорошее разглаживающее действие, отбеливающее действие, выравнивающий тон, чтобы кожа прям светилась. Даёт антиэйдж хороший эффект, убирает следы усталости, возвращает коже упругость. Помимо муцина улитки, коллагена и эластин в составе, за счёт чего кожа как бы напитывается, наливается немножко. Получается экспресс такой тонизирующий и лифтинг эффект. По итогу очень классно потом ложится макияж. Я очень рекомендую проходить курсом. Потому что если вы вот купите упаковку в 10 штук и 10 дней подряд будете наносить эту маску, вы увидите огромную разницу. У вас реально кожа, как весеннее солнышко, начнёт сиять. Если вы видите первые признаки старения, не дожидайтесь вторых, бейте тревогу и сразу проходите курсом. Если вы видите, что у вас что-то заломы на носогубках, уже тут что-то улыбаетесь, какие-то гусиные лапки появляются. Сразу 10 масок прошли, всё спокойно, кожа восстановлена, двигаемся дальше. И вот вовремя подхватывайте. Минут 15 потусуйтесь с этой маской, её также можно не смывать, остатки массирующими движениями. Можно распределить саму маску, тоже рекомендую не выбрасывать, а использовать на шею. Прям отлепили от лица, прилепили на шею и дальше валяйтесь, если у вас есть на это время. Следующая маска, вы узнаете какая, если мистер Кот позволит мне рассказать о ней. Следующая маска в коробке на основе термальной воды, это овен. Она есть только во втором составе, для тех, кто его выбрал. Полноразмерно она в тюбике, выглядит вот так, 50 мл. И это успокаивающая маска с таким хорошим восстанавливающим эффектом. Нанесу на кисточку и распределю по коже. Маску можно наносить толстым слоем, она достаточно экономичная, вот в миниатюре 5 мл. И вам 5 этих мл хватит, чтобы толстым слоем нанести на лицо и на шею. Эта маска очень хорошо подходит для кожи раздраженной, после каких-то процедур. Или после, там не знаю, бассейна, да, там хлорка, и очень часто кожа чувствует себя неважно. Вот после этого дела классно восстанавливать и увлажнять. А также в любой период, вот этот демисезонный, как сейчас, когда есть перепады температур. В общем, она восстанавливает кожный покров, увлажняет кожу, снимает раздражение, проявление стресса. Подходит как со-средство, особенно для тех, у кого кожа шелушится. И, как я уже сказала, в основе ее термальная вода Aven. Она не комедогенна и подходит для любой, даже самой чувствительной кожи. В идеале нанести ее, конечно же, и на шею, и вообще, в принципе, на любые участки, где необходимо восстановление и увлажнение. 15 минут можно с ней потусоваться, кожа ее впитывает очень хорошо, прям вот как будто бы пьет. И после этого можно просто удалить ватным диском или салфеткой, как я люблю, втереть остатки и не смывать. Очень, кстати, классно использовать ее еще и как ночную маску. Вот вы перед тем, как ложиться спать, ее нанесите, походите, потом удалите остаточки, вотрите ее как крем и ложитесь спать. Такой способ производителям не заявлен, это уже моя самодеятельность, но эффект очень классный. На утро кожа прям хорошо увлажненная. Чуть-чуть вот ее можно так поприжимать и оставить дополнительно работать на коже. Продолжаем разбираться с нашими масками и идем дальше по списку. Как вы видите, у меня немножко нарисовалось макияж на глазах, и мистер кот тут уселся, потому что мы проводили прямой эфир для журнала Glamour, закончили и готовы снова обмазываться теми масками из коробочки. Следующая маска у нас в коробочке, вот такое достаточно большое саше, это Zeytune. Маска на основе гиалуроновой кислоты и огуречного сока. Полноразмерно вот так вот она выглядит, у нее еще богатая верхняя упаковка, она там прям на педестальчике и в коробке. Нежно-зеленого цвета, такого достаточно сливочного, и она очень легкая, гелевая и очень освежающий и охлаждающий дает эффект. У меня есть тут биби-крем, но это не страшно на самом деле. Конечно, любая маска эффективнее на очищенную кожу, но вы знаете, сколько масок я делаю. Сейчас хочу просто вам продемонстрировать, мне не нужно ее максимальное действие, мне нужно, чтобы вы поняли, какая у нее текстура, как она выглядит на коже, как она на ней ощущается. И на самом деле косметика не такой уж большой барьер и усложнитель для действия маски. Если вот вы понимаете, что вообще никак вот вам не смыть, сделайте поверх, ничего страшного не будет. На самом-то деле. Просто, конечно, эффективность любого продукта на очищенную кожу, она выше. Итак, намазались. Можно кистью-кистью, просто мне удобно, я люблю наносить маски кисточкой. Никаких особо навыков не нужно, избегать зоны вокруг глаз, избегать губ. Собственно, вот и все правила. А самой маске она дает хорошее увлажняющее действие, практически полностью впитывается за время пребывания на лице. Хорошее успокаивающее действие в том числе. Как я уже сказала, снимает отечность за счет своего охлаждающего эффекта. Если она у вас будет стоять в холодильнике, то вообще будет супер, потому что она будет еще более холодненькая. С утра это прям отпад для кожи. Также у нее в составе сок алоэ вера, масло макадамии и вообще целый комплекс масел никомедогенных, которые оставляют маску легкой, но при этом хорошо увлажняющую и закрепляющую влагу внутри. Минут 5-10 смотрите по ситуации, как вам комфортно, как она уже у вас впиталась. Если у вас вот кожа очень сухая, я рекомендую ее несколько дней подряд делать. Она у вас первый раз достаточно быстро впитается, и с каждым днем, с каждым вашим применением будет впитываться все медленнее. И когда вот вы почувствуете, что она впитывается долго, больше 15 минут, то значит ваша кожа насыщена всеми увлажняющими компонентами, в целом увлажненная и не требует больше дополнительной влаги. Смывать не обязательно, поэтому промокнем салфеткой, как обычно. Остатки распределим на коже. Дальше у нас гидрогелевая маска Ninel. Салон Pro одна увлажняющая розовая гидрогелевая, другая антивозрастная черная гидрогелевая. В первом тираже розовая, во втором черная. Давайте розовую сделаем в цвет тюльпанов. У нее несколько слоев, они помогают нанести маску ровно. Я всегда их сразу убираю, потому что я так часто наношу гидрогелевые маски, что они, в принципе, у меня наносятся ровно. Но в целом это вспомогательная штука для вас. Вам будет проще ее разделить, потому что гидрогель такая скользкая козявка, что у новичков не всегда хорошо. Отлепляется одна сторона другой, гидрогель рвется. И, в общем, получается, что маска выходит как выброшенные деньги на ветер. Давайте прилепим. Очаровательного она цвета с ушками какого-то мультяшного медвежонка, видите? На самом деле это штуки, за которые можно потянуть, чтобы проще было в нанесении. Очень плотно прилегает, прям идеально вообще, смотрите, не дает пузырьков нет. Она для хорошего цвета лица, увлажняющая, конечно же. Придает естественное сияние, нормализует баланс кожи. Также некомедогенно, не оставляет липкости. Эта маска чем нас еще порадует? Экстрактом жасмина, у нее мед, у нее морские водоросли и увлажняющий, успокаивающий компонент, это алоэ. Если говорить о второй маске, у нее выраженный антиэйдж эффект и ее направленность на то, чтобы избавлять кожу от неровностей, морщинок и суперсухости. У нее экстракт лотоса в составе, брокколи, также морских водорослей и зеленого чая. Она черная, такая же, только черная. 20-25 минут лежите с этой маской, можете даже чуть подольше, она начнет подсыхать, немножко, скажем так, стягиваться, так как бы прилипать хорошенько к коже. Тогда она даст еще компрессионное действие, противоотечное. В любом случае, через 20-25 минут, можете совершенно спокойно ее уже удалять. Смывать не обязательно, можно просто промокнуть салфеткой. Если не смывать сыворотку от маски, то, конечно, кожа более увлажненная получается. Но, с другой стороны, не всегда хорошо ложится макияж. Проверьте, как сыворотка, каждый из масок будет контактировать именно с вашей кожей и как она будет контактировать, в том числе, и с вашей косметикой. Если все ложится одно на другое нормально, то можно не смывать. Если тональный крем все-таки не хочет ложиться на сыворотку от маски, то можете походить еще с ней, потом смыть, нанести свой увлажняющий крем и дальше все по списку по макияжу. Прелестная совершенно следующая миниатюра в коробке. Это маска Шую Мура со цветочками Сакуры увлажняющая. В полноразмерном своем варианте выглядит точно так же, только большая банка. Она гелевая, вот прям с лепесточками. Наношу на лицо, видите, она прозрачная, наносим, избегая зоны вокруг глаз, избегая губ. Что надо знать об этой маске? Несмотря на то, что называется она Сакура, это лепестки роз на самом деле, и пахнет она розочками. Хорошо тонизирует и разглаживает рельеф, насыщает кислородом кожу. Такой бандит, вот ты вот сидишь, все крушишь там. Давай, сиди, сиди, я тебя буду чесать, тебя не будет видно. Никто не будет знать, что ты есть. Если ты так будешь залезать в кадр, то все узнают, что ты тут сидишь. В общем, она увлажняет, повышает упругость кожи и в первую очередь работает на улучшение цвета лица. Это не антиэйджинговая маска и явно не экспресс-уход. Ей нужно дать время, чтобы она хорошо впиталась. И действие у нее накопительное, но зато очень эффективное. Кожа потом сама сохраняет влагу и не сохнет после умывания. В основе экстракт сакуры, масло дамасской розы и, собственно, сама дамасская роза с краплениями, как вы видите на мне. 5-10 минут достаточно ее подержать и после этого смыть водой. Можно 2-3 раза в неделю использовать как интенсивным курсом, а потом раз в неделю просто для поддержания, вот, баланса, узлажнения. Идеально подходит для сухой, очень сухой кожи и чувствительной. Следующая маска из рубрики «Хорошо да недорого» это Secret Skin. Маска также с муцином улитки, тканевая, очень щедро пропитанная сывороткой. Это маска для экспресс-ухода, для чего и предназначены тканевые маски. Потому что быстро снимает раздражение, быстро увлажняет, повышает эластичность и устойчивость к внешним факторам. Быстро заполняет мимические складочки, наполняет, я бы даже сказала, да, немножко как будто натянутая кожа такая становится, потому что наливается влагой. А также хорошо выравнивает тон кожи, чуть-чуть отбеливает ее, высыпаниями всякими помогает справляться. В общем, такое комплексное действие оказывает на вашу кожу. Из активных компонентов, помимо муцина улитки, у нее в составе полипептиц с низкой молекулярной массой, то есть он глубоко проникает, который замедляет процесс старения, разглаживает кожу, улучшает цвет лица и повышает упругость. И даже уменьшает сосудистые звездочки, точнее, делает их менее заметными. И все это за 72 рубля. Ну, прям за 72 рубля офигенный эффект от нее, я хочу сказать, в соотношении цена-качество просто супер. Опять же, хорошая вам наводка, как разобраться во всем этом многообразии. Недорогих вот этих одноразовых тканевых масках в моноупаковке. Минут 10-20 подержать, остатки можно не смывать, пускай впитываются. Следующая маска, еще одна тканевая. Очень удобно все тестировать, конечно, с помощью крылья на бокс, потому что у тебя просто дофигища полноразмерных продуктов. Мимиан, кстати, название прикольное, потому что в переводе означает ангелочек, но у нас здесь морской котик. Я так понимаю, сейчас будет костюм сладкого пирожочка морского котика. Надеваем. Это, кстати, очень удобно для тех, у кого есть маленькие дети, потому что можно в игры с детьми вставлять свою бьютиротину. Конечно же, не удивлю вас, сказав о том, что действие этой маски увлажняющее, потому что это, в принципе, основа всех масок тканевых, потому что они пропитаны в первую очередь гиалуроновой кислотой. У нее в составе коллаген, морские минералы и глубоководная морская вода, собственно, поэтому и морской котик. Она работает очень хорошо с поверхностным слоем кожи, выравнивает его и очень хорошо сглаживает и увлажняет шелушение. Очень классно, кстати, в качестве клиентской подготовки к макияжу, потому что, во-первых, это весело, когда ты сидишь в морской котик с поцелуйчиками, ваш клиент может там селфи поделать, похихикать на эту тему, у него будет хорошее настроение. Во-вторых, действительно, рельеф кожи будет более гладкий, вам потом в процессе макияж будет проще делать. Несмотря на то, что ощущение от этой маски, как от обычной, ну вот просто холодненькое что-то, влажное на твоем лице, она очень активная по своему действию, ее не рекомендуется наносить на кожу с повреждениями или, например, только после активных солнечных ванн или на раздраженную кожу, потому что может сильно защипать, вы почувствуете ее действие. Очень классно, на самом деле, наносить ее перед сном, подержать, вот так потусоваться, после этого снять, распределить эссенцию и ложиться с ней спать. Но с утра, когда она холодненькая, тоже классно, потому что она круто прилипает и очень хорошо уходит отечность, а из холодильника она у вас будет еще и холодненькая, вообще будет дренажный эффект. Ну, в общем, достаточно 15-20 минут не смывать, остатки просто удалить салфеткой или батным диском. Мне салфеткой нравится больше, потому что вот вы приложили, просто она у вас приклеилась, я делю каждую салфеточку, они же трехслойные, вот на три слоя, вот этот тоненький, и просто вот так вот снимаю. Ватными дисками вам все равно надо будет кожу немножечко тереть, а с салфетками вы этого можете вообще избежать какого-либо трения. Вы приклеиваете, просто снимаете. Следующая маска у нас в коробочке в миниатюре, это кинзоки. Такая красивая в черной упаковочке маска, здесь 8 мл на парочку раз точно хватит. А черненькая она почему? Потому что это ночная маска. На самом деле вы с ней уже знакомы, вот по такой банке, потому что она была уже и в видео, она была в новый день новая маска. Это такая воздушная маска, как облачко. Называется она Belle de Jour. Не знаю, посвящено ли это название Катрин Данёв на фильму одноименному «Дневная красавица» с ней в главном роли, весьма провокационному для своего времени. Но в общем маска эта создана для того, чтобы восстанавливать кожу за ночь. Она быстро впитывается, у нее очень легкая тающая текстура, прям воздушная такая, действительно очень, как будто много-много-много маленьких пузырьков, решили обняться. Она в линейке Anti-Age, но я хочу сказать, что реально она эффективна для улучшения цвета лица, выравнивания рельефа и насыщения кожи влагой. Сама по себе маска дает охлаждающий эффект, легкое такое у нее покалывание есть. Ну и экстракт лотоса, который способствует восстановлению кожи именно в ночные часы. Она очень приятно пахнет лотосом, собственно. И наносить ее можно двумя способами. Можно вот, как я сейчас, толстым слоем на 15 минут, потом остатки удалить. Или тонким слоем, практически как крем, несколько дней подряд для того, чтобы увлажнить кожу, насыдить ее влагой. Мне толстый слой больше нравится. Вот если подольше с ним походить, удалить остатки, с этим лечь спать, очень получается эффективное воздействие от этой маски. Следующие две маски мы с вами разберем теоретически, потому что сложно будет мне показать их на себе. Это маски для тела от L'Etoile. Очень крутая задумка и очень классный продукт. Одна маска для живота, она была во втором составе, и одна маска для бедер, она была в первом составе. В целом, логично же, почему мы используем тканевые маски, гидрогелевые только для лица. Да, это офигенный способ быстро скорректировать какие-то конкретные зоны. Конечно, вы не похудеете в 3 секунды. Здесь нет такой задачи, здесь задача на выравнивание рельефа. Поверьте, в комплексе с питанием, подобранным и упражнениями, спортивными и физической нагрузкой, это все очень классно работает. И все работает быстрее. Для бедер антицеллюлитная, достаточно интенсивная, поэтому если есть какие-то царапины или повреждения, лучше не наносить на такую кожу. Очень классно перед ней сделать массаж щеткой или отшелушить скрабом кожу, тогда эффективность выше. А в остальном, все понятно, достать, развернуть, сетчатый слой убрать, налепить на вашу чудесную жо, походить так немножечко красиво. Вот одно из лучших, пожалуй, карантинных развлечений, когда у вас еще будет на это время. Хотя я рекомендую выделять, потому что сама я так делаю. Я сама делаю маски и для тела, и хожу тут в оловянный солдатик, выжидая строго эти 15-20 минут. В общем, практически профессиональную СПА-процедуру вы получаете всего лишь за меньше чем 450 рублей. Для живота какое действие? Ускорение кровообращения. Когда ускоряется процесс циркуляции крови в определенных участках, здесь мы говорим о вашем животике, вместе с ним ускоряется и процесс расщепления жира. Понятное дело, что вы не станете вот так вот... Но вы заметите, что кожа будет более упругая и более подтянутая. Опять же, если вы используете после скраба или массажа сухой щеткой, натуральной щетиной, то это будет еще более заметно. Достать из упаковки, развернуть, прилепить, походить, снять дел. Следующие маски тоже теоретические, потому что альгинатные, это левраны, офигенные альгинатные маски. Натуральная, одна тонизирующая, другая увлажняющая. Почему? Теоретически, потому что альгинатную маску очень сложно реально показать вот в ютубе. Потому что лучше делать это полулежа, в спокойном состоянии, чтобы она не стекала вот сюда. Я обычно пока говорю, она вся застынет и получается черти что. Короче, суть альгинатной маски заключается в чем? Это там порошочек, который вы смешиваете, взбиваете с водой. Подробнейшая инструкция здесь написана. Вот просто накосячить с этим невозможно. Потом кистью или шпателем распределяете жирно очень по лицу, достаточно быстро. Она застывает, тем самым утрамбовывая в вашу кожу все полезные компоненты. И после того, как она полностью застыла, как резиночка стала, вы ее снимете. Вот и все дела. Тонизирующая задача какая? Оживить цвет лица, восстановить кожу. У нее спирулина в составе, морские полисахариды, жирные кислоты, витамины А и Е, протеины. В общем, все для поддержания упругости кожи и формирования ее защитного барьера и хорошего цвета лица. 15-20 минут она точно у вас высохнет, создаст такой еще компрессионный хороший эффект, убирая лишнюю воду из тканей. И после этого, собственно, можно ее снимать. Все, после этого даже не умываться, ничего не нужно, просто снять. У второй маски увлажняющий эффект, такой же принцип. Она также альгинатная, также в пакетике с зиплоком. Там будут рефольгированный слой, поэтому можно хранить в ванной, не переживайте. Крафт только сверху. А здесь, что у нас важно, морской ил и бурые водоросли. Дает успокаивающий хороший эффект, разглаживающий рельеф, увлажняющий. А также снимающий покраснение и раздражение. Плюс сам по себе эффект от альгинатной маски, он всегда немножко такой, знаете, как после охлаждения. Кожа очень хорошо успокаивается, стягиваются поры и она очень гладенькая становится. Для любой кожи подходит. Следующий целый набор масок. Четыре штуки из одной серии. Это Origins. Одна из таких масок попалась вам тем, кто первый состав покупал маски. Четыре направления одного вида маски. Давайте нанесем жасмин, раз она попалась мне в коробке. Не удивлю вас, да, если сейчас скажу, что там экстракт жасмина. Эссенция на основе листьев, лепесточков точнее. А также экстракт бамбука, который увлажняет и немного матирует, создавая такое удерживающее влагу действие. Ну, прилеплю, пока посижу и расскажу вам про все остальные. Это серия масок на основе цветов и растений. Оздоравливающая комплексно. У каждой маски есть свое направление, точнее, своя проблемная группа, которую она решает. Вот, например, жасминовая маска разглаживает кожу, увлажняет ее и очень хорошо смягчает. Дальше, что у нас еще есть? Розочка для интенсивного увлажнения. Про розу сегодня уже немного говорили, но вообще в целом стоит. Отметить очень сильное увлажняющее качество. Да, маска розы знаменитой, болгарской розы, опять же. Очень сильное увлажняющее действие оказывает и очень хороший, сохраняющий влагой эффект. Росбери. Маска с малиной, которая очень хорошо оживляет и освежает кожу. Если вы устали и кожа ваша устала, вот от всей этой тусклости эта маска из линейки Boyer Jeans вам подходит. Маски достаточно плотные, типа текстуре, то есть у них вот эта тканевая основа, как четыре обычных маски. И поэтому она достаточно тяжелая. Если вы будете сидеть, она будет немножко сползать под собственной тяжестью у вас с лица, как, собственно, сейчас и происходит. Поэтому с ней лучше лежать. Малинка освежает, заряжает энергией, придает здоровый вид. И фиолетовая маска с экстрактом фиалки. Это питательная маска, она хорошо уплотняет кожу, питает и придает ей упругость. 10-15 минут держим, желательно лежа, снимаем. И в завершении у нас два антиприч-помощника. Я их называю от Sephora. Первый это стикер с углем для носа, для вычищения пор. Второй это стикер, когда у вас что-то высыпало и вы не хотите, чтобы это было заметно. Самое классное, надо носить такие патчи на ночь, потому что за это время у вас полностью воспаление сойдет на нет. Здесь еще есть патчи не просто прозрачные, они с рисунком, вот сердечком или улыбающимся облачком или поцелуйчиком. Поэтому вы можете сделать piece of art из своего маленького прыщика. Я всегда беру такие патчи с собой в путешествия, потому что иногда чувствую уже, как в самолете надвигается на меня прыщ. А мне надо выглядеть хорошо. И очень часто в первую ночь, когда я где-то ночую, у меня вылезают какие-то вот... Я вся обклеиваюсь на ночь, выглядит это довольно забавно. Зато работает, это классно. Ну и черные точки бесят нас примерно с 12 лет и чуть ли не до пенсии. К сожалению, сейчас полностью вывести черные точки очень сложно, нужны и косметологические процедуры, и лазеры, и так далее. Потому что все в нашей атмосфере создано для того, чтобы наши поры расширялись и в них забивалась грязь. Давайте хотя бы ее удалять, не расковыривать. А в общем, это очень простой стикер, который приклеивается, высыхает, и вы, удаляя его, без резких движений прошу, чем медленнее, тем больше вытащите из своих пор. Мне еще нравится такой стикер наносить не только на нос, но и вот на эту зону. Очень-очень-очень эффективно и по форме подходит. Фух, друзья, мы прям с вами промарафонили, я считаю. Такой огромный объем разобрали масок. Пробуйте все, потому что вы никогда не знаете, какая маска станет вашим чудо-средством. И по тегу «Новый день, новая маска» выкладывайте сами свои обзоры, потому что всегда интересно читать что-нибудь новенькое мне в том числе и узнать от вас о каких-то масках, о которых я не знаю. Даже можете в комментариях здесь или под публикациями «Новый день, новая маска» в Инстаграме, моими публикациями, можете в комментариях оставлять пожелание, запрос на обзор какой-то маски. Я обязательно постараюсь его сделать. Тех, конечно, не успею, потому что нет такого количества дней в году, чтобы сделать все маски. Но все-таки я буду стараться и сделаю обязательно те маски, которые меня лично заинтересуют или произведут впечатление. Потому что я люблю рассказывать про те маски, которые мне понравились, а не про те маски, которые мне не понравились. Вы знаете, я не хейтер, я говорю о том, что люблю, а о том, что не люблю, просто не говорю. Пускай делает это кто-нибудь другой, хейтеров на YouTube достаточно. Спасибо большое за внимание, мистер кот ушел дрыхнуть, я, пожалуй, тоже скоро пойду. Весеннего настроения, не болейте, будьте бодры, веселы. Всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok